а на первом этапе мы постараемся создать столешницу переходим вид сверху чертим прямоугольник путь с размером нашей столешницы она у нас будет где-то 500 миллиметров на 1150 вот это наша столешница так устанавливаем ее по центрам и переходим на фронтальный вид для того чтобы нам ее сделать одним из модификаторов нам нужно создать наш наш профиль чтобы нам не потерять размер создадим такой небольшой квадратик с размерами 28 28 то есть у нас предполагается что наша столешница будет или же из плиты mdf 28 шпонированный или же обвязка из массива но столешница будет 28 или щит из массива и вот в этом прямоугольнике мы создадим наш профиль так нарисуем профиль зависит от чего того какие у вас существуют фрезы я рисую то что у меня есть наличие то есть но здесь каждое свое то превращаем это в редактируемый сплайн выходим на уровень вертексов точек и немножко отредактируем так возьмем здесь безе пустим так здесь у нас безе конор вот где то вот такой вот профиль ну еще сгладим уголочки нам они острые не очень нужны вот у нас получился такой профиль убираем наш контейнер он нам уже не нужен переходим в перспективный вид и сделаем по вероятности при помощи модификатор швеп для этого выделяем путь модифай и ищем наш модификатор так швеп вот у нас швеп так задаем свои настройки и свой путь берем наш вот этот вот профиль и нам программа выдает почти готовую столешницу ну немного подредактируем ее так открываем параметры редактирования и чтобы нам прочиталось уголочек вот этот четкий нужно убрать вот здесь вот галочку сглаживания по пути и у нас прочитался угол сглаживание по сечению можно оставить далее что нам нужно нам нужно закрыть верхнюю нижнюю крышку чтобы получить столешницу так превращаем и редактируем полигоны берем бордер и выделяем верхний контур и ставим крышку так переходим вниз так убираем на сеточку чтобы она не мешала нам выделяем нижний контур и также заполняем его крышкой вот получили мы столешницу сейчас проверим особо никаких лишних претензий нету далее что снимаем выделение заходим менеджер слоев создаем новый слой а предыдущий слой просто скрываем вот это первый этап мы создали нашу столешницу так вернем сетку на место и можно приступать следующим этап а на следующем этапе создадим одну из четырех ног а для этого перейдем фронтальный вид и построим прямоугольник в который впишем эту ногу так и этот прямоугольник у нас будет размером 470 на 60 поставим его в начало координат и поднимем поставим на плоскость для этого так 470 значит 235 мы поставили его на плоскость дальше что нам следует далее следует нам создать верхнюю прямоугольную часть ножки создадим ее по сей вероятность сразу же объемная перейдем возьмем команду бокс на виде сверху а создадим условный прямоугольную призму боксе и зададим ему размеры так 60 60 и 150 также его выставим по нолям и поднимем так нас 470 и 150 нам поднять можно на 320 вот в том случае у нас встала эта нога далее что нам нужно нам нужно создать сам профиль ножки это берем линию и и потихонечку пока чисто условно создадим эту ногу так конвертируем редактируем сплайн выходим на уровень вертексов и потихонечку начнем редактировать так здесь мы что мы как что мы 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И вот таким вот образом, значит, мы создали ножку. А теперь можно вернуть нашу столешницу. И следующий этап мы расставим эти ножки. На следующем этапе займемся немножко сборкой. Ну, так как у нас нога состоит из двух частей, мы ее полностью выделяем и сгруппируем, чтобы у нас не было проблем. Так, выходим на вид сверху и ставим эту ножку приблизительно где она должна быть. Так, берем команду Array. Так, сразу включаем preview. Назначаем, что у нас должно быть две ноги. И по оси Y перемещаем эту ногу. Ну, потом все это мы установим. Так, у нас еще вторая пара у нас также две копии. И уже по оси X перемещаем сюда. Вот, где-то окей. Ну, и создали четыре ноги. Для того, чтобы их уравновесить, поставить на столешнице, нам нужно их выделить и сгруппировать, чтобы они у нас не сложились в одну. И выровнять по отношению к столешнице по центрам. Окей. Вот у нас это все выровнялось. Сейчас мы это выровняем по отношению к плоскости мировой. То есть, мы сначала все поднимаем, ставим на плоскость. И ставим отдельно столешницу. Вот у нас уже какое-то подобие журнального столика. Так, на следующем этапе мы построим царги. Переключаемся в фронтальный вид. Так, где у нас она потерялась? Вот наш стол. Ну, проще всего построить сплайн и из сплайна выдавить эту царгу. Ну, для этого берем сразу, строим прямоугольник. Ну, где-то предвидим, какого размера у нас он будет. Вот такой вот прямоугольник. И из этого прямоугольника нам нужно вырезать эти элементы. Это будет, наверное, самый простой способ. Берем дугу. Вот таким вот образом. Желательно так более-менее прямо, чтобы было. Вот. Таким образом. Так, берем линию еще и включаем привязочку точки вертекса. Ок. И вот к этой точке привязываем. И к этой точке привязываемся. Так, теперь изменить это все превращаем в сплайн редактируемый. И приаттачим саму дугу. Присоединим. Так, снимаем. Оттач. Выходим на вертексы. Так, выделяем. А команды FUZO сливаем. И VALT сплавляем. И здесь тоже самое делаем. FUZO сливаем и сплавляем. Ну, самый простой способ. Так, у нас вот получилась вот такая вот форма. Так, теперь нам нужно ее вырезать из самой царги. Ну, для начала нужно приаттачить царгу эту саму. То есть присоединить. Вот, сделать единым. Дальше выйти на уровень сплайнов. Выделить саму прямоугольную царгу. И булевой операции вычесть вот этот элемент, который мы сделали. А вот мы получаем вот такой вот. Дальше что нам нужно? Нам нужно еще здесь сделать срез. Ну, для этого проще всего, наверное. Так, возьми не зря. Прямоугольник сделать. Ну, где-нибудь вот такой, наверное, да? Ну, потом мы его установим. А, так же так. Берем царгу. Она у нас конвертированная. Так, и к ней вот как раз приаттачим этот прямоугольник. Опа, так, зря. Назад возвращаемся. Первое, что нам нужно сделать? Нам нужно его выровнять по отношению к этой нашей царге. Ну, допустим, по центрам это будет точнее. И опустить. Где-то вот таким вот образом пусть у нас будет. Так, а теперь вот мы приаттачим его, присоединим к царге. Дальше опять выходим на уровень сплайнов. И вот из этого сплайна булевыми операциями опять вычтем этот прямоугольник. И получим вот такую вот вещь. Так, дальше нам нужно здесь еще нарисовать одну дугу. А для этого берем опять команду дуга. И вот здесь вот так, ну, немножко чуть-чуть вот так вот отступим. И желательно вот так вот прямо начертить эту дугу. О, ну, вот таким вот образом, наверное, да? Так. Берем линию, но привязки здесь уже не включаем, потому что уже сложно будет цепляться, она будет везде. И вот так вот отчертим. Так, а сейчас эту линию мы превращаем в редактируемый сплайн. И приоттачим саму эту дугу. Так, теперь на уровень вертексов выходим. Так, берем также Fuseveld. И здесь так Fuseveld. Вот, то есть вот у нас получился такой прямоугольничек. Так, теперь мы к нему также приоттачиваем нашу старую царгу. И выходим, так, на сплайны и бульву операции объединить и присоединяем этот элемент. Так, вот и все. В принципе, у нас вот такая получилась царга. Теперь нам нужно modify изменить и найти в модификаторе Extrude. Команду Extrude. И выдавить ее где-то на 15 миллиметров. Хорошо. Так. Вот она у нас выдавилась. Дальше что нам нужно? Скрыть невыделенное, да? Так. Вот так вот. Скрыть невыделенное, чтобы нам это не мешалось. Так. И берем... Превращаем в полигоны. Берем сегменты. Выделяем одну сторону. С Ctrl нажатой вторую сторону выделяем. Так. Теперь переключаемся в фронтальный вид. Нам нужно снять выделение отсюда. То есть мы переключаемся на касание. Так. И... С Alt нажатой. Alt. Убираем выделение. Так. И нам осталось еще... Так. Найти команду. Чамфор. Так. Проскочили мы ее. Вот она у нас. Чамфор. Так. Переключимся сюда. И... Наверное... Так. Так. Поменьше. Вот. Так вот. И сделаем две грани. Да? А вторую грань... По-моему... Так. О. Ну вот таким вот образом. Окей. И что у нас здесь получается? Ну... Вот такая вот. Ну она граненая в принципе достаточно. Можно конечно было еще сгладить ее. Но это не обязательно. Так. Мы возвращаем все спрятанное наше. И у нас с Altargo получается. Так. Теперь нам ее нужно... Ну... Перевести в любое место. Вот она у нас так встанет. И скопировать второе. Так как у нас симметрично она. Купи. Окей. И вот у нас... Две царги готовы. Получилось уже кое-что. Далее нам нужно сделать еще вот сюда царгу. Но здесь уже гораздо попроще. Здесь мы сильных выкрутасов не будем делать. Наверное вот так вот просто. Прямо. И... И... Просто вот... Вот так вот туго. Так. Берем... Линию. Так. Включаем привязки. Так. 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 Конвертируем... В сплайн. Так. Приотачиваем... Саму дугу. На уровне вертексов. Так же все те же команды. Да. Здесь у нас фузы... И вэльт. И здесь так же вот. Фузы и вэльт. Можно конечно без фузы, но... Это гораздо сложнее. Так. И теперь нам нужно... Выровнять ее по отношению вот к этому прямоугольнику по центрам. Окей. И берем сейчас опускаем насколько нам нужно. Вот таким вот образом. Так. Теперь мы... У нас это на уровне точек. Сегмент выделяем. А мы приотачиваем вторую. Так. И выделяем. И опять же болевые операции. Вычитание. Вычитаем этот элемент. Так. Все это получили. Теперь нам нужно... Так же... Команду Extrude. Так же выделяем. Он у нас уже настроен на 15. Окей. Так. Вот у нас... Так. Так же... Берем и прячем не выделенные. Так же конвертируем в полигоны. Берем сегменты. По выделению надо нам поменять. Так. Выделяем с контрол. Вторую часть. Так. Заходим сюда. Ну, можно вот так с Alt. Убрать это. Убрать это. И... Убрать это. Так. Теперь сюда. Опять. И... Так. Так же Чамфор. Берем Чамфор. Угу. Так. И нам возвращаемся на место. Так. Так. Теперь нам нужно... Поставить ее на место сюда. И скопировать вторую сюда. Окей. И вот в данном случае мы получаем наш... Пока очень грубенький, но столик. Ну, следующий этап... Вот профиль здесь можно убрать. И он не нужен. Следующий этап это... Уже... Как бы доводка, доделка и... Визуализация. Продолжение следует...